Здравствуйте. Подождите. Слушаю, кто вы, откуда? Мир вашему дому. Андрей Дубков меня зовут. Неожиданно, но у меня правила особые, я говорю, когда в какое время к тому зайти. Ну раз зашли, давайте, голову повыше, а то скрылось и что. Кто вы, откуда и зачем? Избийская я, Игнатий Тихонович. Понятно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Это я знаю. Вы не против? Нет. Так, хорошо, голову как-то сделайте выше, чтобы вас видно было. Да, я ее читать просто буду, вопросы записал, приготовился. Голову туда вниз не опускайте. Ага. Так. Вы знаете, меня вот интересно был вопрос такой. Я как, я все ваши видео смотрю. И меня заинтересовало то, что вы как-то в своем завещании сказали, что вас не надо мыть. Не понял. Что не надо? Мыть покойного не... Да. Обычно покойных моют перед смертью, а вы завещали, что вас не надо мыть. Да, именно так. И меня... Почему? Почему моют покойного вообще? И надо ли это? Ну, кто моет, его и спрашиваете. А зачем меня спрашивать? Я не мою. Я сказал не мыть, меня и спрашивать не надо. Но это же не обязательно вообще. Да, конечно. Не принципиально. Не надо. Это, знаете, очень напоминает такое дело, что и говорит боязно. Понятно. Хорошо. И знаете, еще вот постоянно вот давно уже вот у нас в родне отношение к могилкам постоянно всякое разное. Вот неохота у вас вот как у профессионала узнать, как должна выглядеть устроена могилка, оградка, плитки. Вот это все дело. А оградка совершенно не нужна. Это первое. Второе. Могила, ну как, земля, которая остается сверху, на могилу ее может цветы посадить. Все. А плитку ложат вокруг могилки. Можно плитку ложить? Ну, а зачем? Зачем тратиться на это? И покойнику не нужно? Не, ну... Просто у родственники все помешаны на этом. Это не нужно все. Это все ерунда, правильно? Ну, не нужно. Просто не нужно это мертвому. Хорошо. Все. Закрыли тему. Да. И гроб никогда не обшивайте материи. Это не нужно. Это я уже сам знаю. Ну, слава Богу. Игнат Тихонич, а скажите, как купить ваши книги можно будет? И почем? Я вам внизу скину данные. Все. Ага. Хорошо. И вот смотрите, у меня Библия есть. Я смотрел все ваши передачи. Так. И там должно быть 77 книг. Да. Я прочитал свою, ну, в смысле, Библию. Там 66. Вот. Это не православное издание. Да, я уже догадался, да. Что ее делать? Как в собачьем сердце в топку ее? Нет. Ха-ха. А там написано с синодального перевода. А сейчас я достану. Первая страница. Так, короче. Вот она, такая маленькая. Ну-ка, покажите. Ну, первую страницу открывайте. По порядку. Первая это толстая страница. Канонические. Канонические. Дальше что? УСА. 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 Америка. Дальше. Так. На другой стороне. А ты, сейчас. Так. Перепечатано с синодального издания. Все. 100% правильно. Только к 11. Синодального. Но, выкинули, получается, выкинули 11 книг, а не отсюда. А, да, да. Ну, получается, я буду читать, я буду что-то пропускать. Правильно? Ну, ничего уж не сделаешь. Купите другое, а эту и задержите. Она будет. Вот я и хочу. Я в Бийске живу. Дай бог, выберусь в Барнаул. Хочу к вам приехать. А вы когда уедете в Потеряевку? А кто приезжал тут из Бийской от вас? Ну, не знаю, кто-то другой приезжал. Не я, это точно. Ну, это только после разрешения, когда будет. Дано вам разрешение. А так никак. Я согласен с вами. Я переговорю также по скайпу и разрешение вас. Прошу. Сейчас пока поздно об этом. Рано говорить об этом. Ну, приезжает у нас обычно так. Нынче, в этом году, в 19-м году, будет крещение в озере Те, которые моченые, не погруженные. Да. Вот и об этом я хотел поговорить с вами. С вами говорить даже не будем, пока у вас бороды не будет. Я сейчас объясню. У меня бороды нет, я работаю пожарным. Ну и что? Что? И мы пользуемся АИРами, аппарат изоливающего резервирана, надеваем маски на себя, баллоны. Прямо не мешает. Работа такая? Нет. Это отговорка только. Как? Ну это работа моя такая. Как? Это отговорка работа. Я командиром пожарного отделения на трансмировой базе работал. У нас танкеры заряжались. И у меня борода. Вот подошли мне операцию делать. Знаете, у нас тут анестезия такая говорит, вам обязательно бороду. Без бороды операции не... Даже разговаривать. Они говорят, ну ладно, обойдемся. Все. А то вы сами себя так поставили. Нигде нету, чтобы без бороды, с бородой нельзя было. Такого нету места на земле. Наоборот надо. Даже маску одену, бороду некуда будет девать. Она вот тут-то зажимает. Не надо, не надо. Значит они не сошлись. Я доказывать-то не буду. Ну я понял вас. Для вас самый Бог должен быть важен. Что Господь скажет. Я даже в 61 году, а это же советская власть еще в силе была. Да. Я 20 лет до ее крушения. И я на военном билете с бородой. Вот и все. Я в 67-м родился. В 61-м году на военном билете с бородой. Да я понял. Вы молодец. Я вас восхищаю с вами. Вашим подвигом. Да какой подвиг? Тут просто я человек и на этом все. Я не помню. Игнатий Тихонович. Я не помню. А так смотрите. Вот я тоже вспомнил. Вас видать. Я не помню как меня крестили. Вас видать. Только пол носа видать. Вы уходите вниз. Вот так сидите. Вы не уходите. Я не помню. Да. Я не помню как меня крестили. Тут вспоминали с женой. Сидели. Все. 84-ое правило. Говорит. Немало. Не сомневаюсь. Прими полное крещение. Да. Ну лет 12 было. Это точно моченый. 100% получает. Это тоже. Я вам о крещении могу скинуть материал сразу. А у меня есть все ваши каналы. Я могу открыть любое место посмотреть. Вот. Просто это да. Я понял вас. Борода нужна. Да. Обязательно. И не так что я до крещения не буду трогать. А потом сбрею. Чтобы не лукавить. Нет. Это серьезная вещь. А что разговаривать. Какие вещи. Если вы к православной церкви прилепляетесь. Вы пройдите по иконам. Посмотрите. Христос с бородой. Апостолы с бородами до единого. Пророки все до единого. Посмотрите. Кронштадтские икона. Даже царь Николай тот с бородой. Да. Тут я с вами согласен. Я обращал на это внимание. В бородах не канонизирует церковь. Их нет таких. Они сами себя изнасиловали. Вот как понимается. Да 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 да. Я понял вас. Я обрадобрить его материал скину тогда. Хорошо. Понял вас. Когда о крещении. Полного материала там нет. Они только в книгах у меня. А в книгах найти вам надо знать. Я скину его. А продавайте о крещении. А книгах. Да. И о книгах интересно будет тоже. Потому что это надо информацию узнать. И к концу подходит. Все. Тысяча экземпляр то было. Да да да. 650 бесплатно раздал по библиотекам. Вот и считай. Да я понял вас. Что вы да. По библиотекам ездили раздавали все. А. От Владивостока до Лиссабона. Прибалтика и Скандинавия. И север. Да. Я передачи все смотрю ваши. Ну все вы не посмотрите. Их там 14400. Ну постепенно смотрю. Я не смотрю телевизор. Я смотрю только ютуб. Вот смотрю ваши каналы смотрю. Телевизор я вообще не смотрю. Потому что это ужас полный. Ни рекламу. Ни от сил нет смотреть этого. Вот. Поэтому вот только ютуб или что-то более полезной передачи. Вот на вас наткнулся уже год наверное. И вас смотрю. Вот. Вот. До этого читал христианскую литературу. Но это очень сложная тема. Ну вот. Сегодня вы допустим посмотрите. Мы выставляем сейчас каждое утро как молимся по скайпу. Молитву чтобы вы знали. Вот. Зайдете и первая сейчас молитва там. Дальше приготовили. Ролик сделали. Моя беседа с Александром Менем. Которого убили священника. Да. Да. Я знаю меня. Самый известный был священник. Да. И вот они. Наша беседа внизу она аудио. А вверху сделали виде книги. Как мы беседуем. Угу. Это вы когда в Потеряевку поедете? 10 июня. Да. Ну-ну. Там к вам приезжают в Канаду же семья. Да. Но будете встречать ее? Ну как бог даст. Мы тут наказываем у нас и есть кому встречать. Ну понятно дело. Да. Так. А если к вам опять же переехать жить и у вас там работа только будет личное пособное хозяйство. Да? Да. Живут от своего хозяйства. От огорода. От коров. Ну разводи сколько хочешь. Пчел держи. Место такое самое. И овечек держи. Доставивших. Свиней. Так. А домов свободных нету у вас? А какой? Ну дом есть может который купить можно. Готовый дом. Да. Готовый дом. Так сказать. У вас какая семья? Я с женой вдвоем. Уже у нас большие дети. А дети там могут помочь? Нет. Ха-ха-ха. Нет. Ха-ха-ха. Дети не могут. Это точно. Построиться одним. Ну я понимаю. Я уже построился здесь. Бискет построился. Я в своем доме тоже живу. Все как бы. Спину прихватило. И сейчас я сильно разгуляться уже не смогу построить что-то. Мы предпочтение отдаем разрешение молодые с детьми. Ну мне 51 год. Ну что страшно. Туда все. Ха-ха-ха. Все уже. Ха-ха-ха. Уже туда нацелиться можно смело. Ха-ха-ха. Ну ладно. Понятно все короче. Игнатий Тихчевич. Ладно. Все. Спасибо. Потом еще. Созвонимся. Уже ближе к лету. Говорят. Спаси Христос. Спаси Христос. Да. Я прям это. Я так еще хотел думать. Все. Это прям это. Да да да. Вот. Дай Бог всего хорошего вам. Да. Ну сами подумайте хорошенько. Хорошо. Хорошо. Я сейчас материалы скину вам. И дайте мне знать хотя бы одним словом. Чтобы все получили. Хорошо. Все. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.